Если Китай занимает такую твердую, бескомпромиссную позицию в поставках, борется за снижение цены и говорит, что он в выдачном положении, то это не совсем так. Экономики Китая после того, как она вышла из консервации после борьбы с ковидом, будут необходимы ресурсы и нефть и газ. Их необходимо будет от кого-то получать. Их необходимо будет получать в данный момент только из Персидского залива. Но за этот газ по СПГ борется и Европа, которой необходимо заместить 30 миллиардов кубометров. Поэтому цены постоянно и дергаются. За эти газовозы они с Китаем борются, предлагают цену. И в этой связи, конечно, Россия как стабильный источник поставок газа для Китая очень важен. Альтернативы только СПГ, которая Европа может приложить большую цену и газовозы уйдут не в Китай, а в Средиземное море. Поэтому в этой связи тут не все так просто. И поэтому, да, здесь мы, конечно, смотрим с оптимизмом определенным и по нефти и по газу. Если по нефти это Китай и Индия, то по газу это прежде всего Китай.